Вячеслав Шпорт с рабочей поездкой посетил Амурский муниципальный район. Подробности в сюжете Валерия Толкачёвой. 20 октября губернатор Хабаровского края принял участие в торжественной церемонии по случаю ввода в эксплуатацию 2-го корпуса жилого многоквартирного дома по проспекту Мира-17 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Церемония была приурочена к 76-му дню рождения края. Перед собравшимися выступил представитель общества с ограниченной ответственностью стройгрупп Александр Маликов. Наша компания сдаёт в городе Амурске раз в два года один живой объект и сказал, что при помощи правительства края мы будем стараться ускориться. У нас это получилось. Всё то, что мы сделали своими руками при поддержке правительства. И самое главное, что мы на самом деле помогаем выполнять правительству социальные проблемы нашего края. Постарались дом сдать к дню рождения. Слово было предоставлено выпускнице детского дома номер 12 города Амурска Елене Петровой. Не так давно я была выпускницей детского дома номер 12. После окончания педагогического университета я устроилась на работу воспитателем в свой детский дом. Я, как и все многие выпускники, прошла этот нелёгкий путь обречения своего домашнего уголка. И сейчас хочу с твёрдой уверенностью сказать, как это приятно иметь свою квартиру. Благодарственным письмом главы Амурского муниципального района был отмечен Александр Маликов за значительный личный вклад в строительство корпуса многоквартирного дома. Уважаемые амурчане, у нас в последние годы уже стала добрая традиция. Пусть понемножку мы строим или реконструируем, как вот этот вот дом. Я хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие именно в строительстве, в завершении строительства, реконструкции вот этого здания. В первую очередь, конечно, Александра Борисовича Маликова, который очень сильно рисковал, когда ввязался в реализацию этого проекта. Хочу поблагодарить работников городской администрации, районной администрации за то взаимодействие, которое было оказано при выполнении всех вот этих вот работ. И благодаря именно вашему взаимодействию объект был сдан в подготовленных сдаче своевременно. И, конечно же, неоценимую роль играет правительство Хабаровского края. Без поддержки правительства Хабаровского края этот проект бы не состоялся. Поэтому еще раз слова благодарности всем вам, новоселам, желаю благополучия, счастья, ну и с праздником, с днем рождения Хабаровского края. В связи с завершением строительства объекта губернаторам Хабаровского края принято решение о награждении работников, внесших значительный вклад в строительство. Даже в этих сложных условиях, даже в условиях сложных экономических, которые происходят сегодня в мире, вы это знаете и видите, экономика преодолевает очередной кризис вокруг санкций и всевозможные другие политические анкции. Но мы в крае ни одного обязательства своего не отменили. Мы все обязательства по этому году выполняем, и в том числе социальные, которые несут большие затраты. Это переселение лиц из аварийного жилья, это расселение лиц, которые остались в жизни без помещения родителей. У нас их много, у нас их много, и вот сегодня мы сдаем дом в Амурске, где 72 квартиры, и мы дальше эту тему будем продолжать. Ну, там предлагается еще одна очередь, сегодня потребность такая в Амурске есть, поэтому мы посчитаем, посмотрим и будем продолжать. 20 лет, более 20 лет в городе Амурске не сдавалось новое жилье. Вот за два года компания «Полиметалл» сдали два дома, это на 120 квартир. Вот мы сегодня сдаем еще один дом, я его домом называю. И далее сегодня Амурск развивается, здесь строятся новые предприятия, здесь начинается практически новая жизнь. Мы должны этих темпов не терять, это администрация Амурского района, города Амурска, должны работать над тем, чтобы сегодня создавать нормальные, хорошие условия для жизни здесь, гражданам, для того, чтобы у нас были свои кадры, потому что мы сегодня будем развивать наш край. И вот наступил торжественный момент, разрезание красной ленточки, красивый дом с благоустроенной площадкой, в одной и двухкомнатных квартирах очень уютно. Хочется пожелать новоселам, чтобы в этом доме не жили мирно, счастливо и дружно. Звучал детский смех и в сердцах пребывала радость. Субтитры создавал DimaTorzok